Здравствуйте, это программа Город Эсс и я Елена Черневская. В России стартовала декларационная кампания 2024 года. Представить декларацию о доходах, полученных в прошлом году, необходимо до 2 мая. Сделать это можно в налоговой инспекции, в МФЦ или онлайн через личный кабинет налогоплательщика. Подробности сегодня в нашей программе я представляю гостю в студии. Светлана Сергеевна Карпова, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов у ФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Добрый день. Ну а прежде мы начнем наши разговоры. Я хочу напомнить о работе бесплатного справочного телефона контакт-центра ФНС России, действующего на всей территории Российской Федерации. Вот по данному телефону можно получить информацию справочного характера о приеме физических и юридических лиц, порядке рассмотрения обращений, а также о работе интерактивных сервисов, разработанных ФНС России в помощь налогоплательщику. Проконсультирует по самым актуальным вопросам налогового администрирования, вне зависимости от места регистрации и местонахождения налогоплательщика. Общефедеральный справочный телефон единого контакт-центра ФНС России 8 800 7 2. Ну, собственно, периодически будете эти телефоны видеть на экране. Ну что же, давайте побеседуем. Тема достаточно актуальная. Мы все граждане, мы все являемся налогоплательщиками. А вот скажите мне, пожалуйста, кто вообще обязан задекларировать доход, полученный в 2023 году? Можно ли уже сейчас сказать, сколько граждан сделали это? Ведь уже прошло, да, три недели после Нового года. Давайте сравним с годом прошлым по цифрам. И скажите, вот если все-таки показывает практика, подают чаще в электронном виде декларации, либо приходят ножками? Традиционно с наступлением Нового года, с 1 января, во всех налоговых органах Российской Федерации начинается декларационная кампания. И физические лица, которые имеют обязанность представить декларацию, начиная с 1 января, уже могут исполнить такую обязанность и сдать декларацию по форме 3НДФЛ. Это декларация о доходах физических лиц. Кто обязан сдавать? Во-первых, это физические лица, которые в 2023 году получили доход от продажи имущества, жилое, нежилое. При этом нужно учитывать срок владения таким имуществом. То есть, если вы владели имуществом меньше минимально определенного срока, это в общем порядке у нас 5 лет, то уже имеется обязанность представлять такую декларацию. Также, если в 2023 году был получен доход от сдачи имущества в аренду, также имеется обязанность представить декларацию. Если получили дорогостоящие подарки не от близких родственников, то есть у нас освобождается от налогообложения стоимость подарков, полученных от близких родственников, это бабушки, дедушки, родители, братья, сестры. Но, соответственно, если подарок такой в основном, это, конечно, имущество дорогостоящим таким объектом считается. А вот можно здесь небольшую паузу? Ну вот, к примеру, мне подарил, ну, знакомый мой, к примеру, квартиру. Я что, должна обязательно это как-то оформить, что именно это подарок? Ну, подарил, подарил мне человек, и замечательно, и спасибо, и сижу я себе ровно, и не хочу никакую декларацию подавать, соответственно, налоги платить. Ну, во-первых, все такие сделки проходят обязательно в государственную регистрацию, то есть будет переход права собственности от дарителя к одаряемому. И о таких сведениях мы, налоговые органы, будем знать, поэтому не сдать декларацию у вас не получится. И, соответственно, так как вам подарил неблизкий родственник, который по семейному кодексу не признается вашим родственникам, да, то у вас будет обязанность самостоятельно исчислить налог и представить декларацию, отразив доход в виде стоимости кадастровой от этого имущества. Но ведь в договоре, опять же, дарение не прописано, близкий это родственник или нет, там имя, фамилия, а что же будут устанавливаться родственные связи? Ну, если сделка проходит через нотариуса, очень часто в договорах указывается степень родства, ну, для того, чтобы человек уже изначально понимал, будет ли у него обязанность декларировать такой доход. И, соответственно, подавая сведения в налоговые органы, Росреестр указывает, кто является дарителем. Налоговые органы располагают информацией из ЗАГСа и, соответственно, можно проследить степень родства. То есть никак от декларации в таком случае не уйти, нужно подавать. Ну и, как гласит избитая фраза, да, заплати налоги, будешь спать спокойно. Как представить декларацию и в какие сроки? И вот здесь очень важный вопрос, какие новшества в этом году, Светлана Сергеевна? Декларация подается традиционно, срок определен 30 апреля, но в связи с тем, что каждый год может приходиться на выходной день, этот срок может немножко перенестись, как это происходит в этом году. Срок представления декларации по форме 3НДФЛ за 2023 год наступит 2 мая. Но я все-таки рекомендую не дожидаться вот этого крайнего срока, да, и уже начинать готовить документы для того, чтобы исполнить свою обязанность по предоставлению декларации и исполнить эту обязанность, не дожидаясь 2 мая. Ну вот к документам мы с вами как раз и перешли, какие документы необходимы и вообще вот самостоятельно. Сложно это сделать, нужно обращаться к юристам, к вашим специалистам, либо это все быстро, удобно сделать можно через личный кабинет. Мы это сейчас часто об этом говорим, что вот личный кабинет для этого и создан, чтобы не терять ни время, ни средства, ни время вас, ваших коллег самостоятельно запомнить. На самом деле Федеральная налоговая служба ведет очень активно работу по развитию интерактивных сервисов для того, чтобы сделать удобным заполнение декларации и представление декларации с документами в налоговую инспекцию. На сегодняшний момент декларацию можно подать несколькими способами. Это самый такой у нас распространенный, востребованный. Это через личный кабинет налогоплательщика, физического лица. Можно не выходя из дома сесть в спокойной обстановке, собрать пакет документов, заполнить, разобраться. На самом деле это все очень легко делается. Также можно на сайте Федеральной налоговой службы скачать специальную программу декларации. Но и в таком случае вы можете сформировать декларацию для того, чтобы ее распечатать и отнести непосредственно в налоговую инспекцию по месту учета, либо в МФЦ. Также можно такую декларацию представить в налоговый орган через сайт госуслуг. То есть в любом случае в электронном виде это все сделать удобнее. А вот здесь такой вопрос. Есть ли разница оформлять декларацию и подавать через телефон, через приложение или через компьютер? Разницы особо нет. Есть визуализация, интерфейс немножко отличается. Но все настолько проработано для физических лиц, что интуитивно понятно, в какую ветку вам, в какую вкладку нужно войти. Поэтому не составит труда и, помимо того, можно сэкономить свои денежные средства, потому что эта услуга по заполнению декларации через личный кабинет, через госуслуги, она является бесплатной. И программка также скачивается бесплатно. Специальная программа, разработанная налоговой службой. Да, верно, я понимаю. И скажите, пожалуйста, а вот легко ли с этой программой разобраться? Ну, понятно, мы сейчас не будем говорить о молодежи и о людях средних лет. Понятно, что все продвинутые в компьютере разбираются и в программах тоже. Но вот пожилым людям, ведь есть же такая категория пожилых людей, которые, к примеру, сдают также квартиру и получают доход, им тоже нужно отчитаться. Но с программами сложновато справиться. Вот здесь какой совет вы дали бы? Ну, на самом деле, с программой не так тяжело справиться, как это кажется, да? Но все-таки для такой категории людей, как вот мы говорим, пенсионеры, которые не так часто сталкиваются с электронными какими-то сервисами, рекомендую пользоваться именно личным кабинетом налогоплательщика. Почему? Потому что здесь есть возможность очень много данных не заполнять. То есть уже все предзаполнено за вас. Вы выбираете заполнить декларацию, и уже видите, что заполнен ваш ИНН, заполнены ваши персональные данные. Потому что это все есть в госуслугах, верно, да? Это все дублируется, все данные. Да, также при продаже имущества у вас есть возможность выбрать тот объект, который вам нужно задекларировать. Потому что если заполнять на бумаге, вам нужно будет самостоятельно все вносить вручную, то есть искать кадастровый номер этого, кадастровую стоимость. Конечно. В личном кабинете все эти сведения содержатся, и, соответственно, это очень быстро и легко можно заполнить. То есть, отвечая на какие-то вопросы, вы уже сами не поймете, что заполнили декларацию. Единственное, после заполнения, конечно, нужно проверить, правильно ли сформирована сумма. Может быть, вы забыли указать какие-то вычеты. Да. Поэтому вот на это хочу обратить внимание, чтобы в дальнейшем не приходить к тому, что нужно уточнять такую декларацию. Потому что если допущены какие-то ошибки, у человека всегда есть возможность представить уточненную декларацию и исправить неточные сведения. Давайте все-таки поговорим по поводу новшеств. Какие есть в этом году? Озвучите, пожалуйста. Новшества в основном касаются налоговых вычетов в текущем году. Начиная с 2024 года у нас увеличиваются как размеры вычетов социальных именно. То есть можно также воспользоваться вычетом на обучение супруга, чего нельзя было сделать в предыдущих периодах. Но учитывая, что в этом году все-таки отчитываются по доходам 2023 года и более ранние периоды, то эта норма сейчас пока еще не совсем актуальна. Она будет актуальна только в 2024 году, если вы хотите заявить вычет через работодателя, или в 2025 году. Но здесь еще у нас появляется возможность получить социальные вычеты в упрощенном порядке. То есть не заполняя никаких деклараций. За вас это сделает расчет вычета и сумма налога, которая подлежит возврату налоговой инспекции. В личном кабинете вам предоставится сведение, сколько вы можете получить. Возврат денежных средств. Вам нужно будет только согласиться с нашим предложением и отправить заявление в налоговый орган. Это тоже можно сделать через личный кабинет, подгрузив его соответствующим образом. Конечно. Так. Это все новшества, которые мы озвучили? Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Ну, хорошо, продолжаем тогда. А что нужно учить при декларировании доходов от продажи уже недвижимого имущества? Да, у нас самый основной доход, который подлежит декларированию, это, конечно, от продажи имущества. Потому что в течение года очень часто люди продают квартиры, дома, гаражи, автомобили. И, соответственно, получив такой доход, нужно учитывать срок владения таким имуществом. Это первое, на что нужно обратить внимание. Здесь хочу отметить, что срок владения, как я уже говорила, 5 лет. Если вы владели более 5 лет, у вас нет обязанности представлять декларацию. Но здесь важно, чтобы это имущество не использовалось именно в предпринимательской деятельности. Потому что если имущество использовалось в предпринимательской деятельности, то срок владения не имеет значения. Здесь имеется обязанность декларировать полученный доход. Но если мы говорим про обычных физических лиц, которые не используют в предпринимательской деятельности, не зарегистрированы как предприниматели, то есть еще категория имущества, срок владения которым у нас составляет 3 года для того, чтобы не облагался доход. Это то имущество, которое приобреталось на основании вступления в наследство, если вам подарил близкий родственник, если квартира или комната приватизированы, то вот для такого имущества срок составляет 3 года. И также у нас появилась новая категория владения, скажем так, это единственное жилье. То есть если у физического лица нет иного имущества, а продажа состоялась только то, где он жил, это единственное жилье, то, соответственно, здесь также исчисляется 3 года срок владения. Давайте напомним, какая предусмотрена ответственность за непредоставление физическим лицом в установленный срок, а в этом году, это 2 мая, еще раз напомним, декларации. Да, если, конечно, не представить установленный срок декларации, то для физических лиц также предусмотрена ответственность, которая выражается в виде штрафных санкций и начисления пения. Ну, штрафные санкции, я думаю, о размерах тут уж не стоит говорить, потому что здесь зависит от суммы налога, которая подлежала уплате на основании этой декларации. Но в целом это 5% от суммы налога за каждый месяц просроченного представления декларации. И в случае, если еще налоговый орган самостоятельно исчислит налог, то добавляются штрафные санкции по 122 статье за неуплату. Вот как раз о самостоятельном начислении налогового, ведь вы все равно это сделаете, да? По продаже имущества, да, начиная с 2020 года у налоговых органов появилась возможность самостоятельно начислять налог физическим лицам, которые не исполнили обязанности по представлению декларации в установленные сроки. Как это происходит? Налоговые органы получают сведения о совершенной сделке и полученном доходе от регистрирующих органов. И после наступления срока оплаты, он у нас наступает 15 июля, налоговые органы начинают камеральную проверку этих сведений. Формируется автоматический расчет налога. По завершении камеральной налоговой проверки составляется акт камеральной налоговой проверки. И естественно, что в ходе камеральной проверки налоговый орган пытается взаимодействовать с физическим лицом и все-таки побудить его представить декларацию. Чем это выгоднее человеку? Тем, что налоговые органы, используя сведения о доходах, не берут во внимание сведения о понесенных расходах. То есть предоставляется минимальный вычет в размере 1 миллиона рублей или 250 тысяч в зависимости от вида имущества. А физическое лицо, предоставляя декларацию, может также уменьшить доход от продажи на соответствующие вычеты. Помимо того, что имущественные вычеты, есть еще вычеты, связанные с покупкой этого имущества, которое продавалось. И как правило, на сегодняшний день эта сумма значительно больше 1 миллиона. И поэтому, представляя декларацию, человек, конечно, может еще и сэкономить на налоги. Вот у нас как раз есть видео на эту тему, которое любезно предоставила нам налоговая инспекция. Я сейчас попрошу его показать. И продолжим наш разговор. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Ну, во-первых, у нас, конечно, увеличились лимиты этих вычетов, что очень важно, наверное, для налогоплательщика. Эти лимиты социальных вычетов, они будут применяться по расходам 2024 года. Соответственно, если вы будете сейчас подавать декларацию за 2023 год и предыдущие года, то действует старый порядок и старые суммы вычета. Я вам напомню немножко, что вот до 2024 года в целом все социальные вычеты можно было заявить в размере 120 тысяч. Это у нас социальные вычеты, такие как расходы на обучение как свое, так и своих детей, расходы на лечение свое у своих детей, да, расходы, связанные с физкультурой. Это у нас новый такой вычет. Расходы, связанные с покупкой лекарств. Вот все эти вычеты можно было заявить в пределах 120 тысяч. Таким образом, из бюджета можно было получить 15 тысяч 600. С 2024 года общий размер таких вычетов составляет 150 тысяч, и уже можно получить из бюджета 19 тысяч 500. Ну, тоже как бы существенно, да, при расходах. Кроме того, увеличивается размер вычетов на обучение своих детей. Если раньше он составлял 50 тысяч, и можно было получить 6 тысяч 500 из бюджета, то с сегодняшнего дня, с этого года такие вычеты составляют 110 тысяч рублей, и уже, соответственно, налог 14 тысяч 300. Что нужно знать, и о чем нужно помнить, если вы планируете в следующем году получить эти вычеты, собирать чеки, квитанции, какие документы нужно предоставить. И, кстати, опять же, можно ли воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика, чтобы все это было в одном месте, удобно подать и получить? Да, если вы являетесь пользователем личного кабинета, то вам удобно будет получать вычеты в упрощенном порядке, который также начнет действовать по социальным вычетам с 2024 года. Напомню, что упрощенный порядок получения вычетов у нас действует, начиная с 2020 года, и он касается только имущественных и инвестиционных вычетов. То есть по покупке жилья в ипотеку и инвестиционные, связанные со взносами на индивидуальный инвестиционный счет. Если в 2024 году у вас будут расходы, связанные с лечением, обучением, занятием физкультурой, именно с теми организациями, которые заключат соглашение с Федеральной налоговой службой на информационный обмен, то у вас будет возможность получить такие вычеты в упрощенном порядке. А что это значит? Это значит, вам не нужно будет собирать много документов, то есть взаимоотношения происходят на уровне того, кто оказывает услугу, то есть это медицинская организация, образовательное учреждение, фитнес-центр и налоговые органы. То есть вы приходите, заключаете договор на определенную услугу, оплачиваете ее, и уже непосредственно эта организация предоставляет в налоговые органы сведения об оказанной и оплаченной услуге. То есть это очень удобно. Если все-таки у вас организация не является участником информационного обмена, вам нужно будет попросить обязательно справку об оказанных услугах. С 2024 года такая справка выдается всеми учреждениями, которые оказывают медицинские образовательные услуги, фитнес, потому что раньше справки выдавали только медицинские организации. Сейчас на каждый вычет предусмотрена своя унифицированная форма, поэтому с текущего года не забываем про справку. Да, поэтому называется упрощенная система. Ну что же, я благодарю вас за очень интересный, а самое главное актуальный эфир. Я думаю, что в Самаре и в Самарской области живут налогоплательщики, которые исполняют свои обязательства. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова